Сегодня у нас небольшой обзор по устранению одной неисправности в знаменитом проигрывателе фирмы Sony PSX555ES. Это одна из лучших моделей проигрывателей фирмы Sony, оборудованная тангенциальным тонармом, прямым приводом с кварцевой стабилизацией и системой Biotracer. Про систему Biotracer я расскажу чуть позже, покажу как она работает, но основное ее назначение это электронное управление тонармом. Она автоматически отслеживает прижимную силу и горизонтальное положение иглы относительно дорожки. Когда проигрыватель попал ко мне, он не работал. Значит, в чем состояла неисправность? Вот здесь есть такая кнопочка, при нажатии которой мы выполняем первичную балансировку тонарма. Так вот, выполнить балансировку тонарма было невозможно. А при нажатии кнопки «Пуск» проигрыватель не запускался, но начинала мигать вот эта вот лампочка первоначальной установки тонарма. Исходя из этого, я предположил, что проблема находится внутри тонарма. Я снял декоративную крышку и крышку тонарма. Собственно говоря, вот она, система Биотрейсер, расположена вот здесь. И сейчас я покажу небольшой фрагмент видео, в котором более детально рассказывается про эту систему. А потом покажу вам несколько фотографий причины и процесса ремонта. Похожая история у меня была на другом проигрывателе, в котором стоит система Sony Биотрейсер. По-моему, это FL77 с фронтальной загрузкой пластинок. Обзор его есть на моем канале. Значит, основная причина состоит в том, что отклеивается одна из катушек. В данном случае у нас отклеилась вот эта катушка. Два слова о том, что такое Биотрейсер или в более широком понимании электронный тонарм. Вот со снятой крышечкой блок управления тонармом. Значит, вот здесь находится блок вертикального управления тонармом. Вот здесь два магнитика, вот здесь и здесь, и две катушечки. Одна катушечка является датчиком положения тонармом, а вторая, собственно, приводом управления тонармом. Когда датчик показывает о том, что тонарм ушел из зоны, в которую он был запрограммирован, подается ток на вторую катушечку, и тонарм отклоняется на необходимое значение. Таким образом, поддерживается постоянная прижимная сила, независимо от колебаний пластинки. А вторая горизонтальная часть находится тут. Я сейчас не буду снимать эту крышку, потому что это такой сложный процесс. Там находится аналогичный механизм, только горизонтальный. Катушка-датчик, катушка-двигатель и два магнита, в поле которых они двигаются. И управляет это горизонтальным слежением тонарма. Когда я открыл крышечку, то обнаружил, что катушка отклеилась и оторвалась от контактов. Вот здесь вы видите катушку и платку, на которой она была приклеена. Вот более крупный вид отдельно платки, на которой клеилась катушечка. Я приклеил катушечку, вот, и заодно подклеил катушечку на другой плате. По бокам подклеил клеем, чтобы в следующий раз не лазить и не делать другую катушечку. И, наконец, припаял контакты на место. И сейчас вы увидите, что из этого получилось. Теперь посмотрим, как стал работать этот проигрыватель после ремонта. Поставим пластиночку. И нажмем кнопочку старт. Как видите, все работает очень хорошо. Конечно же, надо теперь произвести настройку электронной части, что не очень сложно. Ну и, может быть, сделать чистку-смазку устройства, замену пасека. Хотя, по моим предварительным данным, этот проигрыватель уже ремонтировали и даже заменили пасек на новый. Так что, вполне возможно, кроме настройки электронного блока, больше ничего не потребуется. Спасибо вам большое за внимание.